всем 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 привет сейчас буквально немножечко подождем и начнем как у вас настроение сегодня у нас будет реально рабочие рабочие моменты у вас будет прям поток людей поэтому очень важно чтобы вы взяли тетрадку блокнот то где вы работаете пишите свои мысли потому что у вас будет много всего интересного ждем буквально еще несколько минут я тоже здесь готовлю вам материал потому что реально будет очень очень много всего итак давайте начинать а у нас еще минуточку давайте тогда кто с каких городов напишите сейчас активируйте то что нам надо будет много писать да во всяком случае единички голосовать потому что у нас будет сегодня тест поэтому проверьте как вы можете писать комментарии да вот у меня два эфира одновременно и на моем инстаграм аккаунте и одновременно на млм коуч и давайте знакомить знакомиться меня зовут ирина басюк я топ лидер компании или flame но если взять и вообще мою историю буквально коротко я 20 лет работы в индустрии красоты вышла замуж в в 19 лет приехал в маленький поселок сибирский алтайского край именно там начала развивать свой бизнес это чего я достигла это действительно очень огромные результаты это примерно 140 миллионов товарооборот в год и плюс развитие до около 100 тысяч если взять все 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 тут соцсети да то это около 100 тысяч подписчиков это работа над собой а эта трансформация это большая команда вы любимая команда да это это мой мой мотиватор и мы сегодня поговорим с вами про эффективность я очень рада что у нас существует такой марафон когда мне написали предложение приз ну как бы в нем участвовать я сразу согласилась потому что сейчас у нас много разных сетевых компаний да и это круто работать в млм индустрии и мой опыт топ лидера моей компании поможет вам реализовать себя в вашей компании посмотреть и вот так же как и мы учимся от других лидеров в топ лидеров компании до в каждой по чуть-чуть мой тест эффективность работы это мой авторский тренинг у меня был в 2000 каком семнадцатом году пик карьеры когда у меня несколько лет подряд было по два звания два звания два звания меня представляли как самый быстрорастущий лидер россии и на тот момент наверное у вас также бывает в ваших командах кто-то круто растет а кто-то не очень а кто-то вообще как бы у него структура не растет и сыпется да и тогда я села и проанализировала почему так что я делаю такого что почему вот в одной команде так происходит и потом история этого теста такова что кто боится вообще выступать вот я наверное у меня фобия одна из самых главных фобий это выступление и у нас был была конференция международная конференция там около шести тысяч участников с разных городов и все и она собирали топ лидеров самых быстрорастущих лидеров да и это было вечером и руководитель мой руководитель территориальный руководитель говорит ирина между собой выступи вот а вот то что ты говорила выступала то что вот твой тест пожалуйста там будет все свои все свои это корпоративно вот такой вот это не это не официально все соберутся и когда я пришла я помню что я ну да я готовилась да у меня были слайд и все мы идем а там все свои главное же не выступать и я прихожу а оказывается там было топ 15 самых быстрорастущих лидеров и весь топ менеджмент компании арифлейм вместе с рук полностью все руководство я единственный спикер кто представлял вот этот тест эффективность работы лидера и вы знаете вот прошло уже несколько лет и с тех пор минимум каждый квартал я себя тестирую повод этому тесту я смотрю что не так а в своей команде я делаю вот это тестирование чтобы понять да что не так да чтобы усилить над чем работать потому что наверно у вас такой изрыв когда вот информации много и вы не знаете за что хвататься в данный момент потому что и это хочется это хочется и вот здесь какой-то креатив идет и вы на вам нужно сесть остановиться и понять а где те 20 процентов действий которые мне дадут 80 процентов результата я финансист аналитик и поэтому очень часто обращаясь к своим цифрам и для меня это важно показать проанализировать и каждый каталог я делаю анализ своей работы именно это помогает мне понять как двигаться дальше самой с командой вот итак как пройдет наша работа обязательно возьмите тетрадь блокнот хотя бы листик для того чтобы кида у вас сегодня будет много идей накидывайте эти идеи и знаете если вы это сейчас не запишите будете печь блинчики или фоном слушать то вы просто потратите этот час впустую через два дня вас скажут что там было вы скажете вау вау а что конкретно и вы начнете блин а что же на самом деле там было и не проработаете поэтому мы с вами будем работать и мы будем отрабатывать 10 блоков ваших эффективности потом по десяти блоком за каждый блок мы будем делать оценку по десятибалльной шкале и в конце мы суммируем у меня раньше было двенадцать пунктов два я убрала именно сегодня потому что нам нужно обобщение неважно какая сетевая компания не важно чем вы работаете чтобы это подходило под все вот ну и кроме того 10 удобно потом в конце посчитайте поделите суммируйте да например 10 пунктов теста суммируйте и вы узнаете насколько эффективны да сколько конкретно в баллов и мы посмотрим также мы выделим три пункта которым вам нужно работать именно в следующий месяц прокачать те привычки те навыки которые дадут вам рост ok вот а здесь пишут уже я как раз пику блинчики кстати я очень люблю обучаться до когда я вот например я не люблю убираться вот кто не любит убираться еду многие но я поймал себя на фишке когда я убираюсь и включая наушники и слушаю какой-нибудь тренинг то во первых час пролетает незаметно во вторых я наслаждаюсь уборкой у меня поток идей главное чтобы был блокнотик я подбежала на паузу записала пошла даться убираю пыль все мою полы и тут бах все я убралась я все сделал также можно испечь блинчики я часто готовлю но главное что компоненты компоненты вашего блюда не перепутать мне тоже такое было вот итак первый блок 1 очень важный до напишите себе до моей мечты это главный блок с чего мы начинаем вы наверняка знаете везде все книги говорят что важен важно вот этот момент поэтому 10 баллов поставьте себе если у вас есть написано не менее ста мечт в письменном виде во всех сферах жизни у вас есть калаш мечты которые вы уже наверное отработали с начала этого нового года каждый год у вас должен быть свой новый калаш да и ревизия мечт минимум один раз квартал как я работаю с мечтами у меня во первых есть такой блокнотик дрем я его выбирала тщательно и здесь вот просто поток моих мыслей причем расписано все это касается всех сфер и здесь гораздо больше потому что у меня даже разделены по блокам и в каждый блок касается здоровье вказается там ребенка семьи и карьеры путешествий у меня я туда просто успевают пришла мысли я открыла вписываю и вот с этого блокнотика начинается мое утро магия утра об этом мы поговорим я перечитываю пересматриваю и записываю и записываю то что мне надо далее коллаж у меня есть блокнотик это мой дневник это мой дневник это вот черкалка потому что меня отвратительный почерк я пишу так что я не понимаю как я пишу у меня даже все посты вы можете вот так увидеть меня буквы скачут опечатки но я такой человек-хауса и мы потому что у меня поток идей и я вот так же пишу но в этом ежедневнике у меня есть вот такой вот коллаж Я его распечатала, я сделала в пауэрпоинте, и он меня всегда с собой. И этот коллаж каждый день я смотрю, каждый день я на него смотрю, буквально минутку. Далее, у меня есть пять мечт, причём, которые я прописывала, наверное, в течение месяца формулировала. Мало того, что каждый месяц смотрите, и вы будете дописывать, дописывать, немножко трансформировать ваши основные пять мечт года, да, цели года, да. И вот они у меня есть, цели года, с которыми я работаю. И мы потом ещё немножечко вернёмся про планирование, но дальше у меня на каждой стороне это чек-лист моего рабочего дня. И это всё у меня в ежедневнике. Мы чуть-чуть позже будем это разбирать, но просто говорю, что что у вас есть, должны у вас быть прописаны мечты, коллаж должен быть, и ревизия мечт минимум один раз в квартал, окей? Вот сейчас важно проанализируйте, насколько вы прокачали этот блок, потому что всё начинается именно с этого, и напишите по десятибальной шкале, насколько вы оцениваете, что вот прям вот сто процентов у вас есть мечтатель ваш, что у вас есть коллаж, который вы делали на Новый год, да. Пожалуйста, в десятибальной шкале, пожалуйста, пишите, это очень важно. Вот, и обязательно запишите эту цифру, напишите мои мечты и цели, и напишите себе в вашей дневнике. Окей. Следующее. Это будет, причём самое интересное, когда я провожу этот тест, и планёрку, да, я всегда беру эти пункты, но каждый раз я добавляю то, что произошло у меня вот сейчас, в последнем квартале, в последнем месяце, какая трансформация со мной произошла, я всегда делюсь команде, и всегда какие-то есть новые креативы, всегда вы знаете, даже если кто знал, проходил мой тест этот. Вот, далее. Это второй пункт, это оцените степень страсти вашего главного желания, которая, ну, степень страсти, да, из которой вы реально встаёте. Я всегда, вот, степень вот этой страсти вашего главного желания, это по десятибалльной шкале, когда вы настолько хотите в туалет, уже не можете изгодиться каждый куст. Вот прям летите, да, вот летите второй, третий этаж, где тут туалет, не знаю, что вы просто прошибаете, вот тогда 10. Если вы хотите, но не настолько сильно, что сшибаете каждый куст, то вот оцените вот эту страсть. Вот, к примеру, да, даже сегодня у меня муж рукается, почему я встаю рано утром. Говорит, зачем ты встаёшь рано утром? Он мне запрещает вставать рано утром. Говорит, потому что я ложусь поздно, рано, вот. Но, понимаете, даже сегодня я проснулась в 6.30, у меня ребёнок припалел, она кашель встала, мы не повели её в школу, вот. И зачем вставать? Можно встать было и в 9, и в 8, и муж работает вместе, ну, дома со мной, поэтому не надо вставать рано. Но я знаю, прочитав книгу «Магия утра», почему важно. И сегодня с утра мне снится яркий сон, будильник звенит, я его включаю, и думаю, ну, хотя бы у меня там сразу через 10 минут автоматически. И вспоминаю, да, а зачем? А зачем я перевожу? Вот такой вот момент очень важен. И да, моя настолько сильная мечта, настолько сильное моё дело, насколько я знаю, как помогает эта магия утра работать первый час, я тут же бац, вот так, а сон ещё остаётся, да, вот как бы так, полдрём, да. Так, стоп, всё, сон, нужно вставать, нужно чистить зубы и так далее, да. И такие моменты всегда будут. Вот такая фишка, да, вот эту фразу заберите с собой. Вставайте на 1 час раньше каждый день на протяжении 50 лет, и вы получите примерно 2281 дополнительных рабочих дня или 6,25 года на достижение ваших целей. Я ещё раз прочитаю. В одной из книг я, я реально, одна из моих книг, которую сейчас я читаю, вот, будьте лучшей версией самого себя. Вставайте на 1 час раньше каждый день на протяжении 50 лет, и вы получите примерно 2281 дополнительных рабочих дней или 6,25 года на достижение своих целей. И этот час, когда вы занимаетесь как раз-таки вот этим, вот этим, вот этим чтением, также физкультура, вы делаете планку, да нет времени, просто вот так попрыгайте в течение минуты, всё, вы понимаете, что самое важное для себя вы сделали. Да, уходовые какие-то процедуры, всё, окей? Угу. Также, ребята, читать по одной книге в неделю или в месяц, да, давайте в неделю в идеале, на протяжении 22 лет это узнать 1144 новые идеи от умнейших людей со всего света. Ещё раз прочитаю. Читать по одной книге в неделю на протяжении 22 лет узнать 1144 новые идеи от умнейших людей со всего света. Это с этой книги. Ещё здесь. Заводить 5 важнейших знакомств в месяц на протяжении 35 лет, узнать 2100 новых людей, на которых можно рассчитывать трудную минуту. Читаю второй раз. Заводить 5 важнейших знакомств в месяц на протяжении 35 лет, узнать 2100 новых людей, на которых можно рассчитывать трудную минуту. Эти три фразы я унесла из книги каждый день, когда я читаю я читаю не более 10 страниц у меня не выходит одна книга в неделю потому что когда читать 10 страниц у меня мозг взрывается взрывается так что у меня просто поток идей и главное когда вы читаете унести хотя бы 2 3 4 фразы до которые взорвут дальше мозг у меня есть дневник который я пишу сама себе я вот эти идейки записываю этот креатив который и вот когда у вас 0 до вы помните степень страсти вашего желания когда он вас 0 или маленький то просто когда вы читаете книгу это получается вот вы же заряжаете телефон да и вы должны сами себя зарядить и вы каждый день должны читать 10 листов если вы читаете больше вы забудете то что вы читали у вас перемешались мысли вы будете читать и уже как вот я например я уже не понимаю что в тексте есть потому что у меня уже все я включилась я зарядилась с утра и тогда что вы дальше читаете что вы дальше делаете какие планерки проводите как вы общаетесь вот недавно у меня вчера у меня была планерка с новичком она говорит ирина прочитай мою презентацию проверь насколько она интересна я говорю ты знаешь я даже читать не буду можешь кинуть ее в общий чат рекрутинг но каждый раз как ты ее прочитываешь как-то надиктовываешь голосовое сообщение насколько у тебя энергии как не то что ты говоришь о не то что там написано я могу мне две три фразы пойдем со мной тут такое блин если ты не не веришь все человек за тобой идет неважно что ты говоришь главное как насколько ты сам веришь на сколько у тебя горящие глаза если у вас этого нет если у вас нету степени страсти вашего главного желания то у вас будет коэффициент вашей работы то есть например вы отработали пять часов и степень страсти у вас на единичку все десять процентов этот работать ладно нет не так сейчас смотрите всего вы отработали за какое-то время 10 часов и единичка степень страсти вашего желания значит всего лишь из этих десяти часов эффективность будет только один час вот я немножко вот так вам надо будет понятно да вот главное как вы отработаете поэтому как вы начнете утро свое как вы прокачаете себя свое своей мечты свою энергетику так и будет обязательно работать вот то на чем вы будете фокусироваться а вот теперь мы пишем насколько у вас степень страсти вашего главного желания был месяц назад в течение всего месяца не сегодня не сейчас когда у вас интенсив вы прокачиваетесь у вас апрета а в течение месяца когда были новогодние праздники что вы делали вот вы реально работали насколько у вас вот просто огонь был огнище какое у вас было вот напишите сейчас вот это очень важно да пишите я вас очень прошу мы будем очень много писать также пишите себе вот да благодарю всех кто пишет а также еще очень важно вот у нас будет еще подарок все кто проходит этот онлайн тренинг потом зайдите чтобы как чтобы оценить еще раз будет все пункты плюс подпункты прописано в моем посте я уже разместила до 10 утра напишите ваши конфетка комментарии то что вас зацепило мне нужна обратная связь то что вам важно для того чтобы когда следующий раз я буду рассказывать тренинг сделала на этом пункте раскрыла этот пункт больше возможно мы еще с вами увидимся и на моих прямых эфирах да вот 10 часов утра я случайным образом вот так вот прокручу выберу человека и он получит от меня подарок моих любимых продуктов на 2000 рублей то что от чего я фанатею вот так что это тогда чтобы понимали что ваши циферки нужно важны чтобы оценить эффективность так 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 следующий пункт у нас идет планирование планирование это очень важно итак мы переходим вот мы замечтали у нас вот мы горим энергию все хочу делать тогда у меня три планера три планера во первых у меня есть планер на компьютере раз синхронизация с телефоном 2 меня спрашивали какая программа кто-то смотрит смотрит все очень просто это стандартная программа в телефоне она называется календарь главное сделайте синхронизацию с вашим компьютером и вот там у меня прописано во первых я планирую на стратегически у меня на каталог есть я его называю график активности у меня есть какие-то мероприятия в течение года там уже записано в календаре дальше у меня каждая неделя планируется каждую неделю с утра я отвожу два часа на планирование на час на планирование смотрю и переставляю по приоритетам каждый у меня синхронизация идет каждой неделе это у нас отчетность каталога у меня дублируется на следующий каталог на следующий до каждой три недели недели потому что первая неделя каталога открытие плюс свои съемки видео и так далее планерки на второй неделе у меня другая коммуникация работа то есть автоматически через три недели и эти же задачи у меня дублируются туда же мне не нужно 10 тысяч раз все переписывать и так далее да но каждый раз когда открываю свою неделю я смотрю окей и у меня тут же у вас не будет никогда идеальных дней у вас всегда будет какие-то косяки то проблема с ребенком то у меня вот там зуб в там зубом было мне нужно к автоматологу то еще что-то то нужно туда бежать поэтому вы открываете и тут же корректируйте ли вам сказали вот что например у меня было не запланировано мероприятие выступать у вас да ну как заранее за 3 за три недели я не знала но узнав я переместила плюс подготовка сразу все и перри раскидала свои задачи важно это первое планирование присмотрите когда вы работаете за компьютером я каждый час открываю и смотрю что я сделала за этот час я реально что я за него за этот час делала посмотрел и там плавненько вот так вот планочка опускается 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 и я реально за этот час сколько проработала мой самый продуктивный момент самый продуктивный год когда у меня у меня был грудной ребенок и в этот год я вышла на доход 100 тысяч а грудной ребенок без няни потом я наняла няню оплачивала ей хотя я Я не получала того дохода, но каждые три часа, когда я ложилась кормить ребёнка, у меня был чек-лист, так, что я сделала за эти три часа, насколько эффективно, и как я проведу следующие три часа, плюс, когда я кормила ребёнка, у меня было ровно 10 минут, я писала, что мне нужно сделать, насколько эффективно я отработала и так далее. И здесь я тоже, я смотрю, и в этом, у меня синхронизация за компьютером, я пишу, у меня вдруг звонок какой-то, он выбил мой график, у меня ещё что-то произошло, здесь какая-то ситуация, здесь чупы, и я просто-напросто эту задачу джип перетаскиваю, джип туда перетаскиваю, а это удаляю, и пишу то, что я сделала, и я вижу, и потом в конце дня я себя анализирую. Далее, то есть ежедневное планирование, да, то есть вы видите, открываете с утра день, вы смотрите, окей, господи, столько задач, ё-моё, и смотрим, так, стоп, успокойся, какие 20% действий делают 80% результата? Ещё раз, стоп. Какие 20% действий делают 80% результата? Я останавливаюсь, думаю, кому что я могу делегировать? Это точно я должна сделать? Или эту задачу можно перенести? Как она повлияет на мои 5 мечт? Окей, всё, дых-дых-дых-дых, я посмотрела, я себе сделала. Далее, когда у вас будет 5 мечт, у вас будет свой чек-лист. Сначала вы его выпишите, да, те действия, вот те эффективные действия, а потом запишите их, да, то есть раньше у меня был просто чек-лист, а сейчас у меня даже это по дням, да, то есть у меня есть, если вам интересно, я могу сейчас вам зачитать свои самые вот то, что мне, для меня важные действия, которые приведут к моим 5 целям. Зачитать? Давайте лайки, сердечки. Или перейдём к следующему пункту, потому что у меня время. Всего лишь третий пункт. Ладно, перейдём. А, или не перейдём. Прочитать? Прочитать? Вот. Например, первое. Аффирмация цели мечты. Галочка. Чтение 10 страниц. Дальше. План-анализ. Статистика команд, да, я не каждый день делаю, то есть несколько раз в неделю. Дальше. Фишка команде. Что я прочитала, изучила, мне нужно дать команду. Если просто прочитали, ну и что? Если дали команду, ваша команда развивается. Дальше. Мне нужно видеообучение для себя, понять, в каком направлении я развиваюсь. Дальше. Лидерский чат. Это мой директорский чат. Что-то им кинуть, какую-то важную идею, всё. Дальше. Общение с 10 ключевыми партнёрами. Я пишу количество партнёров, с которыми я за день пообщалась. Бывает 5, бывает 15. В зависимости от того, это созвоны, могут быть ли просто какая-то информация. Так. У нас есть чат «Я буду расти» от компании. Там надо выполнять задания, которые, в принципе, также дублируются. Вот. Иногда выполняю, иногда не выполняю. Дальше. Насколько я поработала над системой обучения? Что я привнесла в неё? Работа на сайте, на командном сайте. Я не успеваю всё выкладывать в свои ролики. 100 контактов. Для чего мне это нужно? Это рекрутинг. Что я сделала? Как я сделала? Ну, я пишу... Ну, это цели 100 контактов? Ну, на самом деле, у меня получается 50, потому что у меня очень высокая многозадачность. Мне нужно поздравить всех с днём рождения, с юбилеями и так далее. У меня уже выписаны люди в каждый день. Пять диалогов, презентации мне нужно провести. Моя цель именно пообщаться с людьми. Список знакомых пополнить. Сколько я написала туда? Одна регистрация в день. Звонок новичку или новичкам. С каким новичкам я сегодня созвонилась? В сторис. Десять неактивных. То есть с ними как отработала. То есть система у меня работы. Делегирование, да. То есть и контроль, да. Кому-то что-то проделегировала и плюс как проконтролировала. Отзывы о продукте. Пост три раза в неделю я делаю своих, да. Выбожу. Ну, и свои, да. И плюс. Вот. Но это ещё не всё, да. Естественно, когда у вас такая многозадачность, что-то вы не доделываете. Что-то вы трансформируете. Вот, например, у меня вчера я делала видеообзор, да. Мне нужно видеообзор каталога, потому что это прокачка товарооборота всей своей команды. Поэтому я физически не успею провести ещё вот это, вот это, вот это, вот это. Поэтому вот у меня просто написано, а вот здесь вот, да, вот третий день каталога, вот здесь видеообзор. Всё. Сегодня у меня будет монтаж и плюс выступление. Соответственно, я не всё делаю, но я, соответственно, перетягиваю свои дела. Вот. Взрыв. Взрыв получили, я вам обещала. Ребята, взрыв. Просто-напросто я с вами делюсь 17-летним опытом. И есть такая фишка, когда вы отдаёте что-то кому-то, да, вам потом приходит. Поэтому мне не жалко, я с вами делюсь. Вот. Вообще, как бы, вот это направление я хочу когда-нибудь, когда-нибудь с моими вот этими скачками, эмоциями написать книгу, где вот это всё разложить по полочкам. Вот этот хаос, который у меня... Почему ещё я создала этот тест? Потому что для меня нужно собрать все пазлы и посмотреть полностью структуру, мою картину, всего. И вот эти пазлы я собрала и постоянно на них смотрю, фокусируясь. Иначе у меня вот так вот... Дышь, 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 дышь. Какой компании? Я топ-лидер компании Арифлейм. Так, что ещё? У меня ещё есть чек-лист. У меня есть чек-лист для новичка, для партнёра и так далее, да. И это... Над этим тоже нужно подорвать. То есть этот вот блок планирования. Сюда также входит блок планирования. То есть смотрите, ежедневное планирование раз, график активности два, ежедневный чек-лист. И четвёртый пункт – отчёт лидеру или команде. Если вы говорите, что вы сделали и рассказываете своей команде, то команда учится, да, или вы пишете вашему вышестоящему лидеру, а, соответственно, идёт прокачка. Идёт прокачка. И, знаете, в своё время у меня вот долго застопорилось на одном уровне, буквально год. И Наталья Гришаева, это руководитель филиала, она мне сказала, говорит, давай 90 дней ты мне будешь писать всё, что ты делала. Потому что я реально очень много работаю. Я очень сильно много работаю, да, я трудоголик. Вот. Она говорит, ты делаешь? А что ты делаешь? И вот как раз-таки, когда я начала писать, я поняла, куда уходит моё время, почему у меня 80% действий приносит 20% результата, и какие 20% действий я получаю наоборот, 80%. То есть я задумалась, и вот этот отчёт помог мне так же, как и каждый день. Я сделала, вот у меня началось, да, вот эти вот галочки, вот галочки, да, и я здесь пишу, сколько часов я отработала, и насколько эффективно, примерно себе ставлю, насколько эффективно я отпахала 10 часов, 12 или 8 часов, насколько этот день, настолько он меня приведёт к моим пяти целям. Всё. И теперь вы оценивайте сейчас по 10-ти бальной шкале, вот это вот прям оценивайте, насколько вот это планирование, планирование по блокам, по блокам. Первое – ежедневное, график активности у вас есть на месяц, ежедневный чек-лист вы прописываете, и отчёт лидеру команде. Вот насколько вот это вот вы делаете, пожалуйста, отпишитесь. Так, следующий пункт. Вот сколько часов в месяц вы работаете? Вот давайте не путать, работаете, просмотр всяких там сториз, обучалок и так далее. Вот реально работаете. Вот у меня работа, что это такое? Это личное создание личного товарооборота, это рекрутирование, работа с новичками, работа с командой, создание презентации. То есть работа, работа. Не обучение, не просмотр чата, работа. То есть, смотрите, если вы идёте куда-то работать, у вас 40-часовая рабочая неделя. Правда же, да? Это 168 часов в месяц. Вот здесь вам нужно посчитать. Запишите формулу себе. Количество часов в день умножить на количество дней в неделю умножить на 4-2 недели в месяц. Потому что кто-то у нас работает 3 дня в неделю, кто-то фигачит 7 дней в неделю, но меньше. Кто-то у нас на основной работе и может уделить пока нашему бизнесу пару часов. Подумайте, сколько вы, и оцените себя, если у вас 40-часовая рабочая неделя должна быть, и 168 часов в месяц. Можно вообще неделю поработать, потом неделю отдыхать. Поэтому здесь вы должны понять. И вот здесь четвёртый пункт. Сколько реально часов вы работаете? 168 часов в неделю – это 10 баллов или более. У меня намного более. Ещё раз, количество часов в день, количество дней в неделю. Например, я работаю в среднем 10 часов в день, в среднем 6 дней в неделю, 6,5, можно сказать. Потому что у меня есть только один выходной, где я работаю 2-3 часа. Или суббота-воскресенье, где я работаю по 3 часа. То есть сколько у меня часов в неделю? Сколько у меня? Соответственно, ребята, чтобы стать профессионалом в любой области, нужно 10 тысяч часов. И тогда вы станете вот у нас там топ-лидер, там, бриллиантовый директор, да, который доход от 200 тысяч. Вот чтобы стать, 10 тысяч часов. Как быстро вы наработаете 10 тысяч часов, если, например, вы рекрутируете, ну, под настроение 1 час в день. И то, потому что надо настроиться, нужно проверить, насколько у меня правильная презентация. Нет, а вот эти, наверное, слова я не так делаю. Надо подумать, надо все переузнать шаблоны текстов, да. А ещё нужна презентация, нужно создать. Ой, надо же каталоги раздавать, да, да, да. Нет, ну, сегодня точно не пойду. Блин, мне же команда, надо позвонить. Нет, ой, это ж... Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ребята, на сколько вы работаете? Не так, как у вас уходит время, а работаете. Понимаете? Время тикает, всё, у нас уже полчаса эфира, и всего 4 пункта, а у меня 10. Понимаете меня? Вот, но они очень важны. Виденье, виденье – это главное. Дальше. Пятое. Баланс между обучением и реальным действием. Это как раз-таки то, о чём мы говорим. У вас, а, четвёртый пункт, о, я уже побежала. Так, давайте, четвёртый пункт. Вот оцените себя, насколько вы работаете, реально работаете по 10-бальной шкале. Вот насколько, насколько. Нет, я не в театральном. Нет, просто у меня прёт. Да, я финансист. Я финансист, поэтому у меня всё в цифрах. А ещё я модель и преподаватель, и лизажист. Вот так. Так. Оценили. Давайте по 10-бальной шкале, сколько вы работаете, работаете, да? Дальше. Следующий. Баланс между обучением и реальным действием. Ой, пипец, мы сейчас такие будем умные. Я вот всегда говорю, умный, но бедный. Умный, но бедный. 10 баллов – это когда вы 25% времени обучаетесь, причём своё высшее образование, когда вы обучаетесь, вы не считаете. И 75% – это действие. Да, вот у меня, например, с утра – это час обучения, плюс один, если у меня есть время, я ещё смотрю одно обучающее видео, либо вебинар, если есть время. Но это не в счёт, когда вы получаете высшее образование, там, сколько-то, 5 лет назад, вам же деньги за это не платили, правильно же? Здесь то же самое. То есть конкретно по факту. 25% обучения, 75% действия. Но если вы не будете себе промывать мозги, что положишь, что достанешь. Не положил – не достал. Понятно? И вы не будете вливаться в ту эпоху. Вот, понимаете, сейчас вся жизнь вот так вот несётся. Вы в неделю выпадаете с графика, и вы такие, мау, а что происходит-то? Тут какие-то акции, мероприятия ещё, и вы какие-то, ой, блин. И всё, считайте, начинайте всё сначала. И всё. У вас коэффициент сразу вашей работы, там, 0,5 вашей работы от того, что вы начинаете фигачить. Я трудоголик. На меня не равняйтесь. Да, я люблю. У меня тоже распланировано, вечером я уделяю время семье. Ну, и плюс у меня ребёнок заходит, муж заходит. Вот мы здесь с семьёй. У меня семья тут же рядышком, понимаете? Я не могу, то есть каждый час я встаю, пошла, пообщалась с ребёнком, поэтому семья тут. Плюс суббота, воскресенье мы ходим в кино, какие-то мероприятия. А я с ребёнком занимаюсь. Ну, вот как-то так. Всё. Мы сегодня говорим о работе, правильно? Вот. Иногда я просто могу себе позволить отдых. Иногда. Ну, понимаете, давайте по чесноку. Вы никогда не станете топ-лидером, если не будете херачить. Вот всё. Вот честный ответ. А если вы будете уделять всему время, то вы не добьётесь во всей области всего. Всегда надо чем-то жертвовать. Да, я из дома работаю, я не выходя из дома, вот у меня около 140 миллионов товарооборот, и я вышла, и я его сделала, не выходя из дома. Ну, иногда я, конечно, тусуюсь, выхожу и встречаюсь со своей командой, которая разбросана по городам России. Но в основном это вот дома комфорт. И у меня муж дома, и ребёнок дома. Поэтому вот так. Итак, обучение. На что мы реально тратим обучение? Первое. Обучение по рекрутингу. Обучение по основным категориям продуктовым вашим. Иначе как вы будете двигать товарооборот? Воздух, что ли? Чё, воздух реально будете двигать? Нет. В основу выплат вашего, любого маркетинга, лежит товарооборот. И вам нужна прокачка, чтобы понимать, да, ещё и рассказывать. Следующее. Прокачка. Обучение по прокачке личного бренда. Создание вашей системы обучения. И ваша личная презентация бизнеса. И вот всегда думайте, вот у вас пять вот этих основных обучений, над которыми вам нужно работать. Если вы что-нибудь другое обучаетесь, то, блин, ну, будьте честны между собой, да. Это реально стоящая вещь. Обучение рекрутингу, обучение основным категориям по продукции, обучение по прокачке личного бренда, создание обучения вашего, и личная командная, ой, личная презентация. В какой компании я работаю? Я топ-лидер компании Reflame. Какая у меня зарплата? Хорошая. Хорошая. Я, наверное, в компании Reflame заработала около 30 миллионов. Вот. Вот. И в 2016 году у меня была премия плюс... Или в 17-м... Я уже забыла. 1 миллион рублей только в месяц заработала. Я хорошо зарабатываю. И хорошо трачу. Блин, все. Все. Я не сбываю... Не сбивайте меня. Не сбивайте меня. Так, следующий пункт. Личный рекрутинг. Рекрутинг. Да, вы понимаете, что рекрутинг, создание товарооборота. Да, если мы с вами... Вот представляете, мы очень крутой вообще там какой-то магазин открыли, например, брендовой одежды. Мы вложили кучу туда, бла-бла, там рекламу сделали. Ну, мы открываем его на 15 минут. На 20 минут. Вот под настроение. В понедельник вот вы проснулись рано, открыли его в 6 утра. 15 минут. А потом вечером в 9 утра и так далее. Да, или вообще... И плюс вы покупаете не у себя, а в соседнем магазине, потому что там круче. Там... Ой, блин, это же бренд такой. Ну, блин, ладно, фиг с ним. Я вот... Там вот бренд, я слышала рекламу. Да просто они больше вас фигачат, чем вы. Вот. Как вы рекрутируете? Как вы создаете поток, да? И вы знаете, у меня даже вот в команде, я не могу достучаться до своих. И вот начните, причем начните рекрутировать 1 час в день. Не сразу 3 фигачите. Это, знаете, вас отобьет все желание работать. У меня вот... Вот сколько я не говорю новичкам, я запрещаю больше, чем 1 час в день новичку рекрутировать. Вот у меня новичок такая девочка офигенная была. Она 2 дня поработала и слилась. Просто она удалилась. Она такая была классная. Я ей запрещала рекрутировать больше 1 часа. Потому что, когда вы всем написали, и вам все тут же ответили нет, и вы говорите, все, бизнес на этом-то закончился. Ребята, нет. 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 Первый раз рекрутировали это, установили контакт. Через какое-то время какая-то акция и так далее. Блин, есть система рекрутирования, ё-моё. И дайте себе установку 90 дней по часу. 90 дней по часу... Ну нет, вы с каждым месяцем будете прибавлять. Следующий месяц или через 2 недели 2 часа. Следующий месяц 3 часа. А потом до 5 разгоняйтесь. Пока вы не наработаете вашу команду. Почему нельзя больше часа, вот первую хотя бы неделю? Потому что, вот представляете, вы приходите в тренажерный зал, и на вас сразу кидают штангу, или сразу на сцену выступать. Что произойдёт? Вы скажете, это не моё. Это не моё. Да, конечно, не моё на вашу штангу кинуть. Или сразу, да, там, заплыв вот такой, да, в бассейне. Конечно же, это не ваше. Но в любой компании есть испытательный срок 90 дней. Дайте себе обязательство 90 дней прохерачить. А, по часу дней, простите, пока, по часу день. Но с каждым днём увеличивая, увеличивая. Как узнать вашу систему? Да, ё-моё, я рассказываю о своей системе как раз-таки всё по пунктам, по полочкам. АБВГД ещё раз присмотрите, мой. Я всё, я всё говорю вам по полочкам, это моя система. Да, поэтому в следующий, потом ваша задача прийти на 3 часа рекрутинга, плюс остальное у вас будет другое, вот те пункты, которые я перечислила, будет занимать. Но у вас тогда будет поток новичков, и тогда вы с ними будете работать. Если не будет потока новичков, не с кем будет работать, не с кем развивать и строить бизнес. Окей? Вот это очень важно. Так, следующий пункт. А, так, теперь по рекрутингу оцените себя, что в течение, давайте последний месяц, да, вы рекрутировали вот по чесноку. Не то, что вы там, хорошо, смотрите, первый день 3 часа, второй день пропустили, потом 2 часа, 2 дня пропустили и 1 час. Вот знаете, если вы пропустили 2 или 3 часа, вы начинаете цикл 90 дней сначала. Услышите меня. Если вы пропускаете хотя бы 3 дня, начинайте свой цикл 90 дней сначала. Если вы не сделаете 90 дней, то вы не были в вашей компании, то вы ни хрена не поняли, как рекрутировать, потому что, потому что вам приложится больше на много усилий. Вот привычки, у меня есть пост в моем инстаграме, как раз-таки про привычки, про 30 дней, как каждые 10 дней влияют на вашу привычку. Сделайте сначала первые 30 дней, послушайте пост, там каждые 10 дней смысловая нагрузка идёт. Вот, да, 2-3 дня пропустили, начинаем всё сначала цикл ваших 90 дней. Первый – это 30 дней, когда вы фиксируете свою привычку. Второй цикл – 30 дней, когда вы действительно её совершенствуете, и через 90 дней у вас есть готовая система вашего конкретного рекрутинга. А чего повторять-то? Ну, не попугаешь же в записи потом. Ага, всё, конечно. Так, итак, 6 личных рекрутингов оценили себя. И вы рекрутируете до тех пор, пока вы не собрали ключевую команду. Там уже немножко перераспределение, и вы ищите ключевых партнёров. Не буду говорить критерия. Так, следующий пункт, седьмой, если не ошибаюсь, личный товарооборот у вас и у всех ваших партнёров, да. Вот у меня есть, у нас в компании есть свои фокусные категории, поэтому, вот, например, да, я сейчас, вы, давайте вы на свою компанию, потому что я, например, даю то, что в своей команде, да. То есть у меня, да, категория, да, это wellness pack плюс коктейль, муж, дети, омега, 30% wellness по структуре, средний заказ 100 бонус баллов. Стремимся, чтобы личный заказ был от 250 баллов. Это я на свою, да, вы придумывайте свои сами себе, правильно? Вот, у меня лично должна быть продажа одного набора на вэдж, неважно, я лично, либо кому-то в команде, да, то есть кто-то основной категорию купил, и находим одного человека на подписку wellness pack витамина, да. То есть я, сейчас не слушайте мою компанию, я про, важно подумать, какие продукты вашей фокусной категории, вы должны им пользоваться, и у вас должен быть какой-то средний товарооборот, минимальный. Ваш конкретно и средний по вашей структуре. И как вы работаете над этим? Вот у нас в компании 95% это дисконтные потребители, поэтому какая система работы с дисконтными потребителями есть у вас? Вот, то есть вот этот пункт должны прокачать, продумать, насколько вы пользуетесь, насколько ваша команда пользуется, насколько вас повторяют, и насколько те показатели, да, у вас по продуктивности есть. Вот не буду говорить, вот каждая компания, поэтому в своей компании я проговорила, да, и раскрыла очень большой блок. Мало того, что, хочу сказать секрет, вот очень многие стесняются, да, своей продукции, чем занимаются, они всё, они завуалированы, даже компанию не пишут. Но я горжусь, что я сотрудничаю с этой компанией, и то, как выгляжу я сейчас, это заслуга, это я продукт продукта бренда. И я визажист, и работала в этой индустрии, и хочу сказать, что вот включайтесь в марафон, или вообще поймите, что вам нравится. Если вы хотите похудеть, идите в марафон похудения. Если хотите ещё что-то, да, я, например, визажист, и у меня не проходит и дня, и если я англоязычных блогеров не посмотрю, хотя бы какой-то макияж, ну, я фанатею, я визажист, да, мне нравится это направление. Вот, и вот фишка такова, например, почему я вам говорю, сейчас вы меня поймёте, вот недавно был марафон с Гуар, это известный визажист, и я пошла туда так же, как и все. Первый, я могла бы пообучаться, и никто бы об этом не знал, сама себе накраситься. Но я повторила этот марафон сама, я записала сториз, 7 дней, 7 новых образов, когда вы отрабатываете прическу, макияж, всё, да, вот всё. Вот, и смотрите, с этим марафоном у меня было миллион семьсот просмотров прямых в сториз. Миллион семьсот. У меня плюс полтора миллиона было просмотров. То есть то, что я люблю, то, что я прокачиваю, я начала это проговаривать. Понимаете? Всё. И вам подарок будет, да, опять же таки, смотрите, отнеситесь к этому не как к той компании, которая есть, потому что тот марафон Гуар проводила на одной, на своих продуктах, я на своих продуктах. Здесь главное, вот когда я работала визажистом и моделью, фишка такова, что у некрасивых женщин не бывает, и бывают лишь ленивые, и те, кто не умеют краситься. И вот техника нанесения, вы берёте свои продукты вашей компании, прокачиваете вот эту технику, да, которая там есть в марафоне, и вы офигеваете от того, какой результат вы получаете. У вас будет на выходе 7 дней, 7 новых образов, да. И задача марафона это проработать 7 новых образов на все случаи жизни. Это 7 крутых макияжей, которые может повторить даже новичок, при этом получить эффект, как будто вы посетили салон красоты визажиста. Вы можете использовать любые ваши продукты различных брендов, и главное, максимально близко попасть в гамму цветовую, в образ и в прическу. Вот это от меня будет подарок бесплатный, который все участники получат. Ссылка есть где-то там в шапке профиля, есть, да, вот, ну, либо в директ мне напишите, я вам дам ссылку. Но отнеситесь к этому не так, как, ой, там, а, она рекламирует свой продукт. Нет, ребята, я вам показываю свой опыт, как я сделала миллион семьсот просмотров сториз за неделю, как я прокачала сама себя и все марафоны. Я запускаю очень много продуктовых марафонов. Например, маска-марафон я придумала, и вот тот хэштег, это я, да, мы прокачали семь дней, семь масок. Не важно, какой марафон, я люблю продуктовые марафоны. Вот, и качайте, качайте в вашей компании марафоны. Очень круто заходят. Вот, но если вам не нравится продукт, но вы хотите привлечь аудиторию, качайте, например, семь дней, семь новых блюд, качайте еду, да, или семь дней еще что-нибудь там, психологии, качайте это, чтобы привлечь, но делайте марафоны, окей? Все, так, это был у нас блок, вот, например, я вам рассказала, как я качаю, потому что создав вот марафоны, создав систему работы с потребителями, я качаю в целом и индустрию нашей компании, в целом мою команду, и, ну, понятно, да, себя как навык. Поэтому подумайте хорошо, вот идеал, идеал, да, какой вы видите идеал, насколько по десятибальной шкале у вас личный товарооборот, у всех ваших партнеров, и вообще работа с продуктовой коммуникацией, вообще с продуктом, да, и всегда думайте, что не важно, какая система работы у вашего топ-лидера, вышестоящего директора, не важно кого, компании, какая система работы у вас, у вас, то, что есть система, и как вы ее используете, это совершенно разные понятия, друг к другу не относящиеся, не относящиеся, поэтому мы сейчас плавненько переходим к системе. А, через пункт будет. Так. Восьмой пункт. 15 минут. Я пытаюсь уложиться. Нет, может быть, не уложусь, надо будет пересохранять. плотное сопровождение. Итак, у вас появляется команда, да, команда, важно, можно испортить, вот у меня, я не люблю быстрый рост, честно говоря, вот у меня пришел мой один партнер, он зафигачивал, он СММщик, он за месяц пригласил 150 людей, 150 как-то, вот как-то, да, и мои менеджеры, которым я делегировала работу с командой, они не справились просто, они не достучались, они не созвонились, они не отработали какие-то, и осталось человек 15, через 4 месяца. Поэтому, вот главное, не просто количество, не надо портить людей реально, главное качество, как сопроводить, как работать, вот, и поэтому, что такое плотное сопровождение, по 10-балльной шкале, это у вас должна первая, ежедневная планерка с вашим лидером, а самый лучший спонсор достается тому, кто достает, вот доставайте вашего лидера, если вы грамотно задаете вопросы, если вы горите желанием, и он видит вот такую сумасшедшую, которая просто хочет, вот хочет всего узнать, поверьте, ваш топ-лидер возьмет на свое личное сопровождение, и тот, кто будет доставать, вот кто меня достает, у меня вот есть люди, которые меня вот просто сыпят, вот все, у меня там что-то мероприятие, они засыпают вопросами, я им отвечаю, я им отвечаю, и я вижу результат, вот блин, вот не буду говорить, вот новички приходят сейчас, такие офигенные, классные, доставайте ваших лидеров, ставьте себе самому цель, у вас должна быть ежедневная планерка с лидером, даже если он не прочитает, даже если он занят, вы должны скинуть то, что вы делали, потому что даже если лидер ваш занят, он потом за неделю увидит, какая вы классная Маша, и что вы сделали, и потом скажет, так Маша, ну-ка давай-ка, ну-ка давай с тобой поработаем, вот здесь вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, ребята, доставайте ваших лидеров, сами, это ваша задача, второе, ежедневная планерка с ключевыми партнерами, у меня цель 10, да, у меня много команд, которые я сопровождаю, большая, огромнейшая структура, и поэтому я выцепляю вот так, у меня фокусная задача выцепить, да, иногда бывает 5, потому что я с каждым по полчаса, по часу, иногда по 10 минут, то есть сначала, ну, вы сами понимаете, да, и, то есть ключевая команда, вот с ними, и, например, 5 контактов с новичками в течение 21 дня, есть целая система, как работать с контактами, контакты, да, как делать, чек-лист, да, но вот у вас пришел новичок, сконтактируйте в течение 21 дня с ним, и у меня есть еще одна вот такой вот помощничек, маленький, когда, это у меня, например, вот сейчас я вам покажу, где у меня начало, ребята, вам много я идей накидала, а? Вот смотрите, видите, вот, это с кем я сконтактировал, это планерки провела, да, каждый день, если у меня новичок, когда мне нужно сконтактировать, с ним я вот в такой планер, каждая неделя, вот, каждая неделя, да, у меня уже расписано, что мне вот, и так далее, да, вот, сконтактировать с новичком, то есть там разделено, первое, это рекрутинг личный, второй блок неактивный, с кем сколько сконтактировать, и третье, это ключевая команда, система, вот вы спрашивали, какая у меня система, я рассказываю, да, вы как, вы понимаете, что я вот, как кубик рубик, и каждый раздел можно раскрывать и раскрывать, да, да, сохраню, 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 так, понятно, так, а, и последний пункт, последний пункт, если я не ошибаюсь, а, нет, девятый пункт, девятый пункт, девятый сейчас будет, это система работы, система, 10 баллов, 10 баллов, оценивайте только тогда, если у вас есть система, еще раз повторюсь, не важно, какая система у вашего вышестоящего лидера, директора компании в целом, какая система, вот ваша структура и все, что ниже, вот ваша структура, помните всегда, ваша структура, это вы и под вами люди, не вашего лидера, не говорит, ой, ты же меня пригласил новичка, ну и работай с ним сам, нет, ребята, нет, это ваш бизнес, у вас должна быть, первое, а, система рекрутирования, второе, система сопровождения новичков, третье, система работы с потребителями, система продвижения основной категории, основных категорий, и пятая, система обучения ключевых партнеров, менеджеров, лидеров, еще раз, пять, система сопровождения, рекрутирования, система сопровождения новичков, система работы с потребителями, система продвижения продукции основной категории, и система обучения партнеров, пять, вот по каждой системе, у вас должна быть система, тогда у вас будет результат, вот поэтому система, вот оцените вашу систему сейчас, это был девятый пункт, все десять пунктов у меня будут под постом, я их расписала, и вы, во-первых, что вы сейчас всего получили, какие у вас идеи, очень вас прошу, мне это очень важно, потому что я буду развивать этот тренинг дальше, да, этот тренинг, который четыре года, я каждый раз совершенствую, даю все больше и больше, что вам важно, что вас зацепило, какие основные, проблемы одинаковые у всех, реально не важно, какая компания, вот честно вам скажу, да, вот мне это важно, да, и плюс вот оцените, насколько эффективны вы, окей, так, оценили, и последнее, вот здесь, это команда, команда, без команды вы никто, и 10 баллов ваши поставьте, вот команда, это вы и под вами, что такое 10 баллов, это 100% отдача команде, это то, как вы открыты, ответственны, передаете свой опыт, даже если вы новичок, вам есть, у вас сегодня вы раздали, показали каталог, провели презентацию, еще что-то, почитали книгу, почитали книгу, вы новичок, но вы почитали книгу, у вас есть фразы, а вы отдали команде что-то, не надо требовать, у вас хреновый лидер и так далее, да просто ваш лидер прыгает и не знает, как помочь, а вы какой лидер, и как вы отдали команде благодарность того, что вы каждый можете взять крупиночку, крупиночку, и создать общую систему. Какая у вас система у вас вообще в команде? Общая система обучения, вебинаров, мероприятий, какая система чатов, подумайте над этим. И каждый участник с какого-то определённого уровня, ну, поставьте себе, вносит, должен какой-то вносить вклад в развитие команды. Вот подумайте. И подумайте, в чём вы сильны, чем вы можете быть полезны в вашей команде. И напишите вашему лидеру, и скажите, Знаешь, я сильна вот в этом. Я очень хочу помочь команде. И я думаю, что моё сильное качество, и в чём сейчас у меня что получается, это вот это. Я пока могу. Я хочу вот это делать. Поставь меня в график, да, я буду делать вот это. Вот если вас пинает лидер, то какой же вы лидер? А представляете, у вас будет команда. Вы каких хотите партнёров? Какую вы хотите команду? Чтобы пинать эту команду? Вот подумайте сами, какой бы, вот, это моя проблема очень часто, потому что я делаю много за всех. И у меня нет времени делегировать, у меня нет времени контролировать. Это один из моих пунктов, да. Я не успеваю, из-за того, что я делаю слишком много, я не успеваю иногда вот наладить вот дух, страсть, команды, да, какие-то моменты. Вот смотрите, думайте, да. Вот я вам проговорила 10 пунктов. Мы сейчас подводим итог всего, да. Сейчас, вот смотрите. Под постом будет. Итак, мы разобрали 10 пунктов. Первое. Это мечты, цели, года, как вы работаете над этим по 10-бальной шкале. Второе. Степень страсти вашего главного желания, как вы прокачиваете, как вы горите. Третье. Это планирование. Насколько эффективно оно у вас. Четвертое. Это количество часов работы в месяц. Пятое. Это баланс между обучением и реальными действиями. Шестое. Это личный рекрутинг и количество партнеров в вашей команде. Личный рекрутинг, насколько вы рекрутируете. Насколько довольны этим рекрутингом. Седьмое. Это личный, средний товарооборот по команде и продуктовая коммуникация, работы с продуктом, чтобы прокачать ваш бизнес. Восьмое. Это плотное сопровождение новичков и партнеров. Система. Точнее, да. Плотное сопровождение новичков и партнеров. Да. Девятый пункт. Это, соответственно, сама система. Система в пяти направлениях, как у вас прокачано. И десятое. Это единство, дух, страсть в вашей команде, как вы помогаете вашей команде развиваться, как ваша команда, как у вас в целом происходит. Вот команда, потому что она умножает просто ваши результаты. Я вам показала десять пазлов. Вот просуммируйте все десять, и насколько вы эффективны, напишите, пожалуйста. Насколько эффективны. И обязательно под постом. Я сейчас сохраняю эфиры. Завершить. Я сейчас выйду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...